Сейчас у нас будет выступать Антон, рассказывать про свою собственную офигенную библиотеку Link2D. И, Антон, у меня сразу к тебе вопрос. А где-то используется твоя библиотека уже в твоих рабочих проектах? Пока нет. Пока что это чистый ресерч-проект. Классно, но выглядит она очень многообещающе. Слушай, расскажи немножечко побольше о себе, чем ты занимаешься и как ты вдруг пришел к такому ресерч-проекту. Ну, вообще, я учусь в магистратуре Новосибирского государственного университета на факультете FIT. Там же я веду практически занятия у третикурсников по методам трансляции и компиляции программ. Ну, а в свободное от этого время я работаю менеджером продуктов в компании Ingram Micro. И немножечко программирую на C-Sharp так по вечерам для себя. Очень много пишу на сайте rsden.org. Практически там с начала двухтысячных участвую. И, собственно, этот проект и появился в результате спора, который начался примерно два года назад на этом ресурсе. Классно. Слушай, можешь, не знаю, рассказать чуть-чуть подробнее про этот спор, пока мы с тобой разогреваемся перед докладом? Ну, в общем, в 2018 году развернулась дискуссия между участниками этого форума. Значит, вокруг функциональности линк в языке C-Sharp. Участники, в общем-то, вели себя достаточно горячо и разделились на два лагеря. Скептики утверждали, что вообще линк был неудачной идеей, потому что мы взяли хороший язык общего назначения и зачем-то внесли в него какой-то специализированный инструмент, который, по большому счету, предназначен для работы с базами данных. Что, если уж хотелось что-то в язык добавить, надо добавлять что-то тоже универсальное. Энтузиасты говорили, да нет там никакой узкой специализации, это совершенно универсальная технология, которая пригодна для практически чего угодно. Ну и в итоге скептики в этом разговоре упомянули вопрос, ну хорошо, если это для чего угодно возможно, а как вы бы применили линк, например, для обработки изображений или для работы с массивными двумерными, еще что-нибудь. Ну и, в общем-то, вопрос хороший, он меня зацепил за живое. Я там сел в отпуск и подумал, возникла идея, как это можно было бы сделать, и вот из этого проекта и получился. Первый подход к нему был достаточно неудачный, я его отложил надолго, потому что там семья, дети, работа. И вот, к счастью, в этом году подоспел карантин и коронавирус, появилось больше свободного времени, я проект откопал, вытащил его из недр своего лаптопа, сдул пыль, выбросил старый код, написал новый, и вот что получилось сегодня, попытаюсь вам рассказать. Классно, классно, в ожидании. Ну, я думаю, в этом году карантин многие проекты поднял из стола, сдул с них пыль, и у ребят появилось время позаниматься, поработать над своими домашними проектами. А я правильно понимаю, что это open-source проект, и любой может его взять и поиспользовать у себя? Да, совершенно. То есть я не планирую никакую монетизацию, он лежит сейчас на GitHub, я буду только благодарен, если люди возьмут его, поиспользуют и будут какие-то предложения по улучшению уносить. Классно. Слушай, ну, я думаю, затягивать дальше не стоит, и давай уже подробнее послушаем про Link2D, и как ты его делал. Давайте. Давайте. Итак, как я уже говорил, проект получился в результате спора. В результате исследования вопроса, является ли Link универсальной технологией или же ограниченной. В пользу идеи того, что это ограниченная технология, пригодная для узкого набора задач, говорит подобный языку SQL Syntaxes, а также некоторая привязка к IEnumerable, которую можно наблюдать в стандартной библиотеке Link2Objects. В пользу того, что это универсальный инструмент, говорит то, что на уровне языка реализованы не какие-то конкретные типы, а реализованы понятия query-паттернов, которые, собственно, разбирают запросы, и деревья выражений, которые позволяют нам записывать более-менее произвольный код в виде стандартного синтаксического дерева. Когда мы начали думать над тем, как сделать такую библиотеку к Link2D, задача которой будет выполнение вычислительных операций над двумерными массивами при помощи Link или встроенных в язык конструкции запросов, нужно было решить несколько практических вопросов, затруднений. То есть в первую очередь вопрос, как записывать в нашем LinkSynxes операции над 2D массивами, при том, что императивный код, который используется обычно для таких операций, обладает широкими возможностями и может делать практически все, что угодно. Характерными чертами типичного кода по обработке изображений являются одновременное обращение к нескольким источникам, относительное обращение, обращение рекуррентное, то есть к уже частично посчитанным данным, и одновременное вычисление нескольких результатов за один проход. Когда мы решим вопросы, связанные с синтаксисом, придется упереться в вопросы производительности, потому что, как известно, не очень трудно сделать достаточно хорошую абстрактную библиотеку, которая выглядит красиво, но зачастую за эту абстракцию приходится платить быстродействием. Вот что получилось на эти вопросы, я сейчас расскажу. Начнем с простой арифметики. Допустим, у нас есть двумерный массив целых чисел, и мы хотим на его основе построить новый массив, который отличается тем, что в элементах этого массива лежат те же значения, что и в исходном, плюс, например, 42. Вот как бы выглядел традиционно императивный код на языке C Sharp. Берем два цикла, и от 0 до 3, G от 0 до 3, поехали, вычисляем. Мы можем попробовать записать такую же операцию в декларативной форме, в стиле link. Как у нас это происходит? Мы выбрасываем код обхода массива, то есть убираем все циклы. У нас есть переменная диапазона S, которая пробегает наш исходный массив, и есть оператор SELECT, который выбирает результат, который мы хотим поместить в наш выходной массив. Ну, если бы это был традиционный линк, если бы это был одномерный массив, то такой код бы сработал. Для того, чтобы получить снова массив, а не ленивую коллекцию элементов, нам пришлось бы выполнить вызов to array. К сожалению, попытка скомпирировать такой код, естественно, придет к тому, что мы получим ошибку компилятора. Квэри-паттерн для исходного типа двумерный массив int-off не найден. Интересным и изящным решением этого вопроса, предложенного в 2014 году джунамскитом, является дополнение int. Если мы типизируем переменную диапазона таким образом, волшебным образом код начнет компилироваться. К сожалению, результатом этого станет одномерный массив. Этот код построен на таком трюке, что в языке C-sharp все массивы внутри себя представляют единый блок данных, и любой массив любой размерности приводим к нетипизированному agenumerable. А вот такая типизация позволяет линку понять, что мы работаем с agenumerable от целых чисел, и вычислить такую штуку. Но операция to array, естественно, придет в нашу ленивую коллекцию, которая перебирает все элементы исходного массива в одномерный массив. Вот если мы подключим библиотеку link2d и сделаем using link2d, то точно такой же код начнет компилироваться и выдавать правильный результат. Точно такой же массив, который мы бы получили, применив императивный код. Ну, это была простая арифметика, то есть мы теперь умеем из элементов исходного массива по некоторой формуле вычитать элементы выходного массива. Пока не особо интересно. Интересна становится работа с более реальными цифровыми фильтрами, в которых, как правило, нужно работать не с одним элементом, не с текущим элементом перебираемой коллекции, а с несколькими элементами сразу. Например, популярный фильтр C4, который вычисляет значения выходного массива как среднеарифметическое из значений на ячейку выше, ниже, правее и левее исходного массива. Вот здесь линк 2D начинает себя вести по-другому, чем традиционный линк. У нас переменная диапазона не просто представляет собой значение из исходного массива, из источника данных, она представляет собой ссылку на ячейку, и она поддерживает относительную адресацию. При помощи оператора индексирования мы можем указать, насколько сместится. Таким образом, вот мы записали выражение на одну клетку выше, на одну клетку ниже, на одну клетку правее, на одну клетку левее. Суммы их поделили на 4. Здесь мы еще и пользуемся тем, что исходные данные у нас представляют массив байтов, а выходные массив целых. И благодаря тому, что в языке C-Sharp арифметики над байтами не существует, все байты неявно приводятся к интампу перед операцией, у нас еще и за переполнением не нужно следить, поэтому это честный и правильный код, который действительно вычисляет среднее значение. Если бы мы запустили императивный аналог такого кода, то мы бы получили, естественно, ошибку времени выполнения, потому что мы сейчас пробуем обратиться к элементам массива за пределами исходного массива, а у нас все обращения безопасны, и любое обращение проверяется на диапазон аргументов. Если мы запустим такой код в Link2D, тоже получим исключение. И ровно по этой же причине мы пытаемся вычислить фильтр, который выходит за границы исходного массива. Опять же, если бы мы писали в императивном коде, мы бы, скорее всего, что-то изменили внутри тела нашего цикла, сделали бы какие-то ветвления, проверки, может быть, поделили бы этот цикл на несколько циклов, но в Link2D есть более простая возможность с этим справиться. Можно указать предпочтительную реакцию на попытку выхода за пределы массива прямо в источнике данных. То есть мы приписываем такой специальный extension метод, к нашему массиву source, initValue0. Таким образом, мы говорим, что любые попытки обратиться внутри фильтра к значениям за пределами массива должны быть заменены на константу. Константу 0 в этом случае мы предлагаем как удобное число, которое не добавляет ничего к нашему среднему. И если мы запустим такой код, то получим не исключение, а в некотором смысле корректный результат. Ну, конкретно для этого фильтра, наверное, такая замена будет не очень удачной, потому что у нас появляется что-то вроде черной каемки. Посмотрите, у нас получается, что наш массив ограниченного размера встроен как бы в бесконечный массив, который заполнен нулями. В итоге это влияет на вот эти средние значения, которые рассчитаны для граничных элементов. Мы можем предложить другую стратегию обработки краевых значений. Вообще говоря, вот этот метод with, он принимает либо константу, которой нужно заменять значение, либо outbound strategy, специальная стратегия, которая говорит, что нужно делать. Это довольно сложная штука, которая позволяет гибко настраивать реакцию на выход за разные стороны массива, а также не только подменять значениями, фиксированные, но и производить некоторые вычисления. Вот есть стратегия ближайшего соседа, которая как бы подтягивает наше обращение за пределы к ближайшей ячейке массива, которая у нас заполнена каким-то значением. Таким образом, вот, например, когда мы его верхний элемент вычисляем, у нас два обращения заменяются на этот элемент, вместо того, чтобы пытаться выйти за границы массива. Вот в итоге получается, для массива, заполненного всеми четверки, мы получаем точно такой же массив на выходе, что, в общем-то, интуитивно ожидается от любого усредняющего фильтра. Если мы хотим работать с несколькими источниками данных. В традиционном линке для этого используется оператор Join, но он рассчитан на разнородные источники данных, которые нужно соединять достаточно причудливыми и экзотическими способами. Когда мы работаем с массивами, как правило, у нас эти два массива или несколько массивов просто накладываются друг на друга. То есть у нас мы одновременно перебираем эти массивы с одними и тем же переменами индексирования. Поэтому никаких Join мы не применяем. В Link2D надо просто несколько раз написать источники данных. Вот мы таким образом объявили две переменных диапазона L и R, которые ссылаются на соответствующие массивы. И в выражении Select мы можем записывать произвольную формулу с участием обоих этих переменных. Например, L плюс R. Предсказуемым образом вычисление такой операции получит у нас массив такого же размера, как два исходных массива, в котором будут все пятерки, потому что у нас такие исходные данные были подготовлены. Это предположение основано на том, что у нас массив один одного размера, и этого размера достаточно для вычисления фильтра. Link2D это проверяет. То есть если мы попытаемся вместо Left и Right передать массивы несопоставимых измерений, то это приведет к тому, что у нас возникнет, наверное, тайм-исключение. Похожим образом можно рассчитать несколько результатов за один проход. Достаточно вместо одиночного томарного значения в операторе Select вернуть кортеж. Но, к сожалению, деревья выражений в Sharp до сих пор не поддерживают синтаксис конструирования кортежей. Тогда можно было бы вообще без ValueTupleCreate просто круглыми скобками. Но пока такого нет, приходится писать ValueTupleCreate вручную. Но такая процедура получает немножечко другой запрос, и его надо будет конвертировать в результаты не при помощи ToArray, а при помощи метода ToArrays, который подчеркивает то, что мы вычисляем несколько массивов одновременно. Результатом этого метода является кортеж из массивов соответствующих типов. То есть в нашем случае у нас два массива целых чисел, два таких же двумерных массива. А деконструкция кортежей, которая есть в языке, позволяет нам сразу записать в нужные нам переменные. Вот у нас получилось две переменных массивного типа. Более сложной темой являются рекуррентные вычисления. Иногда в цифровых фильтрах нам приходится обращаться к уже частично вычисленному результату. И вот здесь мы можем в Ring2D записать вот таким образом. Вместо того, чтобы указать в источнике данных какой-то реально существующий массив, специальное выражение Result используется. В этом выражении нам приходится сразу же показать, каким значением нужно будет заменять обращение за пределы массива. Потому что мы не можем обратиться к текущему элементу. Текущий элемент как раз сейчас вычисляется, он еще не готов. Мы должны обращаться только к тем элементам, которые были уже посчитаны в процессе выполнения фильтра. То есть мы должны всегда выполнять относительное обращение. Раз относительное обращение, значит для элементов по краям массива мы будем вынуждены выйти за пределы. Таким образом, у нас всегда используется некая подстановка. И эта подстановка одновременно задает тип результата. То есть в нашем случае мы передали в нее ноль. Это означает, что это целое число. Мы должны вернуть целое значение. И вот мы таким образом получаем фильтр, который вычисляет в качестве результата значение текущего элемента входного массива плюс элемент, расположенный на одну строку выше в нашем результате. Вот как это выглядит. То есть вот у нас слева входной массив, справа выходной массив. И мы вычисляем левый верхний элемент. Мы берем, складываем единицу с тем, что находится на один элемент выше в массиве результатов. Но этот элемент находится за пределами массива. Мы подставляем то значение, которое было передано в init with. Аналогично для второго, для третьего элемента. Таким образом, первая строка массива на выходе является просто копией первой строки входного массива. А вот остальные строки уже ведут себя интереснее. Вот, например, для последнего элемента мы берем, складываем девятку с той суммой, которая была посчитана в элементе выше. Таким образом, у нас на выход получается 18. И массив на выходе представляет собой поэлементные суммы всех элементов, расположенных под этим и выше него до самого верха массива. Таким образом, мы делаем что-то вроде интегрирования. Все эти возможности можно использовать одновременно. То есть мы можем использовать несколько входных результатов, несколько выходных результатов и несколько рекуррентных обращений. То есть, вот, например, таким образом мы можем одновременно вычислить интеграл от самих значений массива на входе и квадратов этих значений. Видите, мы определяем две переменных диапазона для рекуррентного обращения RL и RQ для линейного и квадратичного интегралов. Формула у них устроена таким образом, это несложная математика, которая складывает значения интеграла на основании трех заранее посчитанных значений одного текущего. И затем мы одним обращением получаем два массива сразу. Для чего это потребуется, мы сейчас увидим. Попробуем применить LingDod к реальной задаче. Адаптивная бинаризация. Популярная ныне тема бинаризация изображений. Как правило, используется для того, чтобы отделять текст от фона в задачах распознавания текста. Предположим, мы перехватили вот такую фотографию какой-то записки и мы хотим ее машинным образом обработать. Нам нужно понять, где текст, где фон, для того, чтобы алгоритмы распознавания текстов могли выполнять анализ связности. Простой способ был бы такой. Берем какое-то фиксированное значение, соответствующее примерно серому цвету, и говорим, что все, что темнее него будет, будет текстом, а все, что светлее, будет фоном. К сожалению, реальные документы не всегда попадают к нам равномерно освещенными, не всегда у нас равномерная контрастность, и такой подход, как правило, не работает, потому что может оказаться так, что в одном углу у нас цвет текста светлее, чем выбран нами цвет фона, а в другом, наоборот, цвет фона темнее, чем выбранный цвет границы. Для таких задач применяется так называемая адаптивная бинаризация. Адаптивность означает, что у нас пороговое значение в каждой точке может быть различным. Делить текст на какие-то фиксированные размеры квадраты, вычислять для них среднее значение, можно делать еще как-то. Ну, вот несколько лет назад, в 2000 году у нас, по-моему, придумали способ адаптивной бинаризации, когда мы берем окно просмотра какого-то размера вокруг рассматриваемого пиксела, вычисляем в нем среднее значение, чтобы получить среднюю яркость, и среднеквадратичное значение, которое показывает контрастность этого участка. На их основе вычисляем пороговое значение для каждого пиксела. Соответственно, после сравнения с пороговым значением получаем вот этот наш бинаризированный вариант изображения. Вот как выглядит код адаптивной бинаризации по соволу на библиотеке Link2D. Все то, что справа, это одно Link2D выражение, вот эти вот разметка слева всего лишь помогает понять, о чем идет речь. На первый взгляд громоздка, но на самом деле здесь не так уж много работы делается. Первый блок — это всего лишь наши входные данные. G — это, собственно говоря, тот самый наш массив исходных данных, уже приведенный градациям серого. И Q — это переменные диапазоны, которые обращаются к тем самым массивам линейного и квадратичного интеграла, в котором посчитали пары слайдов раньше. Дальше у нас начинается, собственно, вычисление размеров окна. Вся тонкость здесь в обработке краев, потому что окно у нас достаточно большого размера, скажем, 10-13 пикселов. И нам нужно гарантировать, что это окно не выйдет за пределы нашего массива. Для этого мы применяем специальную стратегию поработки выхода за границу, которая называется «Интеграл» найдет себя достаточно хитрым образом. Так что все, что левее и выше нашего массива, просто заменяется нулями, потому что там у нас никакого интеграла еще нет, а все, что правее и ниже заменяется тем самым nearest neighbor, который мы видели в примере про фильтр C4. И для того, чтобы эту стратегию применить, мы рассчитываем окно. То есть вот у нас вводятся 4 переменных для элементов. Каждый из них – это текущий элемент, сдвинутый при помощи операции offset на половинку окна вверх и влево, на половинку окна вниз и вправо и так далее. То есть значение half w – это у нас как раз половина ширины окна. Окно мы выбираем нечетного размера для того, чтобы все было симметричным. То есть, например, если у нас половинка окна – это единица, у нас получается окошечко будет от минус 2 до единички, то есть это соответствует размеру 3 на 3. Один блок рассчитывает сумму элементов, вторую – сумму квадратов элементов. Прелесть этого обращения в том, что у нас время вычисления суммы квадратов элементов не зависит от размера окна. Мы за фиксированное время путем всего лишь четырех обращений к нашим предварительно рассчитанным интегралам получаем значение для любого размера. Затем у нас есть блок, собственно, математики, где мы вычисляем площадь окна, скорректированного с учетом нашей стратегии обхода, вычисляем среднее значение, отклонение и берем квадратный корень. И дальше в финальном блоке мы, собственно, вычисляем значение порога и вычисляем выходное значение, сравнивая значение из нашего массива с рассчитанным порогом. И либо записываем туда 255, либо 0, чтобы, собственно, оставить только два значения цвета. Вот как выглядит, собственно, адаптивный порог, рассчитанный при помощи этого выражения для размера окна, если не ошибаюсь, 11. Видите, наша исходная надпись немножечко расплылась. То есть это как раз примерно то, чего мы хотели. В принципе, здесь видно, что стоило бы взять размер окна побольше для того, чтобы совсем подробности начертания букв исчезли. Потому что мы хотим максимально абстрагироваться от конкретных штрихов. Мы хотим получить всего лишь примерный уровень яркости и контрастности фона в данной области. И вот что получается, когда мы сравниваем наше изображение вот с этим рассчитанным порогом. Вот таким образом мы бинаризовали эту надпись и можем скормить ее в какие-то дальнейшие алгоритмы по выделению штрихов, букв и попытке распознать текст. Возможно, мы из него выделим что-то важное. Ну вот теперь можно поговорить про производительность. Функциональность вы увидели. В общем-то, бинаризация пассового использует почти все, что умеет Link2D. Давайте посмотрим, чего нам это стоит. Сравнивались несколько вариантов вычисления одних и тех же фильтров. Во-первых, наивный подход. Тот фильтр или ту реализацию, которую бы написал новичок на C-Sharp, который только что познакомился языком, знает, как работать с двумерными массивами. Честный перебор в двух циклах. Опытный программист на C-Sharp, возможно, бы вспомнил о том, что массивы, особенно двумерные в C-Sharp, подвержены проверке на выход за диапазон. Это достаточно дорогостоящая операция. То есть каждое обращение у нас сопровождается предварительной проверкой. Можно ли обращаться по такому адресу, или нужно немедленно бросить исключение. Можно избавиться от этих проверок путем перехода в Unsafe. То есть берем, фиксируем указательные исходные данные, ну а дальше начинаем арифметику указателей и настоящий хардкор, когда так любят программисты на языке C++. Нельзя забывать о C++, потому что, естественно, более реалистичным решением такой задачи является написание библиотеки на C++ и вынос всего performance sensitive кода во внешнюю реализацию. Там у нас будет, естественно, примерно такой же частный код с циклами. Но мы рассчитываем на то, что компилятор языка C++ лучше оптимизирует этот код, и ему не приходится заботиться о безопасности. То есть это решение так же небезопасно, как Unsafe код, потому что любая ошибка в теле фильтра означает, что мы рискуем выйти за пределы использованной памяти и, в общем-то, с непредсказуемыми последствиями. Ну и последние два кандидата – это Link2D, честные, from essence source и так далее, выражения на языке Sharp, записанные при помощи Link. И Link2D с кэшированием. Понятно, что работа по подготовке вот этого выражения трансформации, она довольно-таки дорогостоящая. И если мы одно и то же преобразование делаем часто с разными входными данными, имеет смысл это преобразование сохранить. И Link2D предоставляет возможности покэширования. Давайте посмотрим на то, что получилось. Вот, собственно, наша бинаризация Passowol, примененная к изображению размером 33 мегапиксела. Слева – это результаты, полученные под Windows 10 на моем рабочем утопе. Справа – результаты, полученные под Ubuntu. В GitHub Actions. Там есть некоторая латерея, потому что каждый раз, когда мы запускаем GitHub Actions, у нас достается какая-то более-менее случайная машина, немножечко с разными процессорами, с разными характеристиками. Тем не менее, относительные времена кандидатов примерно совпадают. Здесь у нас время в миллисекундах. То есть видим, что наивный подход на обеих машинах, в обоих платформах примерно 1700 миллисекунд занимает. Вот Unsafe позволяет выиграть нам примерно 40% опять же в обоих подходах. И, в общем-то, это объясняет, почему люди все-таки пользуются Unsafe, если им приходится локнуться с вычислительной задачкой на C Sharp. C++ работает еще лучше, чем Unsafe. Судя по всему, комбинация JIT и C Sharp недостаточно хорошо работает на современных Intel процессорах. Видите, он выжимает еще примерно четверть производительности. Но удивительным образом кэшированный линк 2D почти выигрывает. То есть держится примерно наравне C++ реализации. Вот под Windows он у меня чуть-чуть выигрывает, под Linux он чуть-чуть проигрывает. Это может быть связано как с особенностями платформы, так с особенностями используемого процессора, потому что там могут быть немножко разные операции доступны, немножечко по-разному стоят ошибки, предсказания переходов и так далее. Честный линк, который не пользуется кэшированием, видите, стоит почти в два раза дороже. Показывает, как дорого стоит нам сконвертировать вот этот высокоуровневый код в низкоуровневый. То есть почти половину времени у нас библиотека LING2D тратит на преобразование Expression 3 в целевой код. Для фильтра C4 все еще немножечко получше. Для такого же изображения размера 33 Мп видим, что даже без кэширования LING2D выигрывает у большинства кандидатов. Вот под линуксом у нас он наравне C++. Кэширование позволяет выиграть еще немножко. Видим здесь, что C4 фильтр достаточно простой, компировать его в библиотеке LING2D легко, и поэтому кэширование значительного результата не дает. Тем не менее, это показывает, что результаты LING2D уже сопоставимы с промышленного качества компиляторами. У нас на Windows использовался родной майкрософтовский компилятор Visual C++. Под линуксом использовался GCC компилятор. Как это все работает внутри? Постараюсь рассказать быстро, но все еще понятно. По большому счету, то, что делает LING2D, он берет наше ядро фильтра, функцию, которая выражена в терминах элементов входных массивов, и возвращает значение какого-то результирующего типа. И превращает это дело в аналогичную функцию, то есть в делегат, который на этот раз принимает массивы к соответствующих типов, и возвращает массив или несколько массивов соответствующих типов. Первым делом LING2D проверяет, какого типа элементов в наших массивах встречаются. Если хотя бы один из них managed тип, у нас нет другого выхода, как делать честный managed код. То есть мы строим блок expression из вложенных циклов, и весь выигрыш, который мы достигаем, он связан только с тем, что мы полностью инлайним тело нашего фильтра внутрь этого цикла. То есть никаких косвенных вызов там нет. И при помощи встроенного метода compile expression 3 получаем наш делегат. Если же нам так повезло, что все типы unmanaged, например, целые числа или еще что-то, структуры, благо выбор unmanaged типов на платформе тут недостаточно большой, мы начинаем заниматься специализацией. То есть мы режем наш цикл, точнее вложенные циклы на такие части, чтобы внутри них нам не нужно было делать никакое вытепление для того, чтобы обработать границы массивов. Таким образом мы получаем специализированные версии нашего ядра, получаем intermediate код для каждого из этих фильтров, а затем собираем все вместе в тело полного метода. И получаем таким образом byte код, который затем передается от JIT для оптимизации по целевую платформу. Как это примерно устроено? Посмотрим на примере вот такого вот запроса. Допустим, мы хотим посчитать некий фильтр, который параметризован параметром D, который у нас является одновременно и делителем, и указывать на какие координаты мы перемещаемся. И вот мы вызываем метод transform. Это свойство как раз возвращает нам тот самый делегат, оно позволяет нам кэшировать результаты вот этой оптимизации, повторно использовать для разных входных данных. Первым делом мы встраиваем все константы. То есть все обращения, кроме тех, которые зависят от входных данных, у нас вычисляются в этот момент. То есть мы фиксируем значение D, равное единице в этот момент, для того, чтобы получить максимальную оптимизацию, максимальную производительность. Если здесь у нас в теле фильтры были какие-то вызовы каких-то методов, обращение еще к чему-то, все эти обращения будут выполнены прямо при вычислении трансформа, и их результаты будут зафиксированы. То есть вот делаем такое упрощение, благодаря которому мы знаем, что у нас здесь точно единичка, и первичное упрощение у нас занимается арифметической оптимизацией. То есть мы знаем, что умножение чего-либо на единицу, это всего лишь сама эта константа, то есть у нас теперь вместо минус 2 умножить на D появилось минус 2. Но делить на единицу нам не обязательно, потому что это сохраняет значение. Таким образом у нас весь фильтр превратился всего лишь в сумму двух обращений. Вот как это выглядит. Мы теперь можем рассчитать размер этого фильтра, посмотреть в окно просмотра, какое оно у нас. Минимальное и максимальное значение. Мы теперь видим, что фильтр у нас шириной в 3 элемента, высотой в 5. Это позволяет нам принять решение о том, насколько и на каких частей делить наш исходный массив. Массив будет делиться на 15 частей, таким образом, чтобы у нас было заранее известно, как себя ведет ядро фильтров в каждой из них. Для того, чтобы вычислить значение в каждой точке входного массива, нам нужно встроить стратегию подстановки. Вот выборная стратегия подстановки ближайший сосед выглядит вот таким вот достаточно сложным образом. Смотрите, у нас получается, каждый аргумент при обращении к массиву проверяется на выход за диапазон. И если у нас он выходит за диапазон, то он подправляется. То есть, например, если и минус 2 у нас оказалось меньше нуля, то мы заменяем его нулем. Если оно оказалось больше, чем высота массива минус 1, то нам нужно заменить ее высотой массива. Аналогичным образом мы обрабатываем вторую переменную. И таких обращений у нас два. И вот теперь, благодаря тому, что мы порезали массив на часть, у нас появляется возможность эти выражения оптимизировать. Мы подставляем, например, для зоны А значения И и Ж, равные нулю. И арифметическое упрощение позволяет нам избавиться от лишних ветвлений. Формально у нас остается еще одно ветвление здесь. Оно соответствует тому, что у нас массив может быть разного размера. Если высота массива кажется меньше 2, например, или ширина меньше 1, то мы не сможем вычислить наш фильтр. Для того, чтобы избежать этого лишнего ветвления в каждом обращении, у нас линк 2D перед тем, как начать что-то вычислять, проверяет, достаточно ли размера массивы были переданы. Если они слишком маленькие, то он говорит нет. У нас фильтр должен хотя бы один раз целиком уложиться в наш массив. Хотя бы для одного элемента мы должны иметь возможность вычислить его со всеми заказанными смещениями. Тогда у нас вот таким образом выглядит вариант ядра фильтра для зоны А. И аналогичным образом мы подставляем значения для зоны Б. Здесь немножечко все интереснее, потому что G на этот раз не констант, она у нас принимает диапазон, и, в общем-то, значительная доля сложности в линк 2D посвящена тому, чтобы определить, будет ли выход за диапазон или нет. То есть здесь мы по-честному пытаемся доказать, что при таких значениях G никакого выхода за диапазон не будет, и мы можем вот таким вот образом заменить наше выражение. Если это не удастся сделать, если у нас какое-то слишком сложное выражение здесь стоит, то у нас, к сожалению, останется ветвление внутри кода фильтра, и его быстродействие будет не таким хорошим. Но вот на практических примерах мы видим, что эта стратегия работает достаточно неплохо. Дальше мы идем к зоне С, аналогичным образом обрабатываем ее, и движемся так, в общем, для всех зон. Интересный момент наступает, на этот раз только в зоне H, где мы рассчитываем на то, что самая большая часть массива попадает как раз в нее. Потому что кривые эффекты, ожидаемо, будут незначительными, а вот львиная доля операции приходится как раз на ту часть массива, где у нас фильтр можно целиком исполнить без каких-либо ветвлений. И вот для этой версии фильтра мы делаем два варианта. Скалярную версию и векторную версию. Векторная версия у нас при помощи табличного просмотра пытается найти аналоги скалярных операций, используемых в фильтре, имеющихся на текущей аппаратуре векторных инструкциях. Например, для нашего случая мы знаем, что у нас есть операции VVX2, и для того процессора, на котором я этот код исполнял, которыми можно заменить вот эти вот обращения к массиву. Таким образом мы обрабатываем сразу несколько элементов за раз. Там производится также анализ того, сколько результатов мы одновременно вычисляем, каков будет наибольший общий шаг этого цикла. Если у нас возникают элементы разных размеров, там делается специальное прореживание, так или иначе, вот мы получаем векторную версию фильтра. И затем мы выполняем векторную версию в цикле таким образом, чтобы как можно больше элементов ей обработать. Ну и у нас остается хвостик, но в случае, если количество элементов в зоне H не укладывается в кратную размеру выбранного нами вектора, вот остальные элементы обрабатываются скалярной версией этого фильтра. Потом собираем все это вместе и при помощи либо динамик метода, либо метод билдера собираем метод, который в дальнейшем и используется. По большому счету, вот как выглядит конверт компиляции. То есть у нас есть некоторый язык программирования. То есть мы придумали какой-то язык, который описывает операции над 2D массивами. Если бы мы писали честный компилятор, нам пришлось бы сначала выполнить парсинг текста, построить некоторое дерево выражений, затем применить к нему какие-то трансформации в целях оптимизации. Если мы работаем на управляемой платформе типа .NET, нам пришлось бы скомпилировать результат этого всего в промежуточный код, а в дальнейшем уже занимается компиляция в бинарный код целевой платформы. Нашим преимуществом является то, что в платформе .NET есть встроенные средства, которые все это делают. Ну почти все. Первоначальный парсинг и перевод в абстрактное дерево делают у нас компиляторы языка C-Sharp. Заботясь о многих вещах, обрабатывая различные ошибочные ситуации и так далее. Компиляцию из промежуточного кода в бинарное представление берет на себя JIT. Он заботится об особенностях целевой платформы, раскладывает все по регистрам, учитывает в области видимости переменных и так далее, делает довольно много работы. И собственно на долю библиотеки Link2D остается только середина этого всего. Трансформация того дерева, которое нам отдал из XSharp, в какой-то другой вид, который будет удобен нам для компиляции. В идеальном мире вообще можно было бы компиляцию в промежуточный код отдать в встроенной библиотеке. К сожалению, деревья выражения не поддерживают неуправляемый код. А мы там порождаем довольно много неуправляемого кода, то есть аналог того самого OneSafe, который можно было написать вручную. То есть для такого нам приходится собирать вот этот код из кусочков. То есть у нас есть частично деревья выражения, частично рукопашный код, который склеивает то, что получается из-за этих компиляции в выходной конвейер intermediate кода. Но тем не менее, эта работа относительно небольшая. То есть, как показывает опыт, один человек с не очень большим бэкграундом в области построения компиляторов, работая по вечерам, может за короткое время построить вполне себе работоспособную систему. Может возникнуть вопрос, а нужно ли вообще это было делать? Да, вот у нас понятно, что из буханки сделать троллейбус. Что мы пытаемся сделать из языка C-Sharp? На нем, в общем-то, давным-давно поставлен крест, как на языке, который был бы способен на скоростные вычисления. Я считаю, что нет. Вот библиотека Link2D представляет собой живое доказательство того, что язык C-Sharp, во-первых, удобный. То есть мы можем писать наши, допустим, тяжеловесные вычислительные фильтры на языке с проверкой типов, с проверкой диапазонов, которые ловят нас за руку во многих ситуациях. Мы можем быть уверены в том, что этот фильтр безопасен. Что если мы где-то ошиблись, то у нас вылетит исключение, а не произойдет внезапное разрушение программы прямо на глазах изумленного заказчика. При этом мы не теряем в производительности. Получающийся код на равных сражается с языком C++. Понятно, что можно заменить C++ на ручные интринсики, вылезать код для какого-то конкретного специализированного процессора. Но, во-первых, это гораздо больший объем работы с гораздо большими шансами получить ошибку. Во-вторых, опять же, у Link2D есть преимущество. Он оптимизирует тот процессор, на котором мы сейчас исполняем программу. Для C++ аналога нам, скорее всего, пришлось бы поставлять 4-5 аналогов нашего кода, компилировать и отлаживать их, проверять на разных платформах для того, чтобы все заказчики могли этим воспользоваться. Link2D компилирует под все подряд. У меня сейчас нет реализации под армой, но добавить их – это техническая работа, заполнить таблицы соответствия операций и еще несколько шагов. В любом случае, это гораздо проще, чем сесть и переписать значительный кусок проекта на другой язык и заботиться о сборке конвейеров. Поэтому я считаю, что Link2D является удачным примером. Я бы хотел, чтобы он вдохновил вас на написание аналогичных вещей самим. Если вы пишете на языке C-Sharp, если вам приходится работать с вычислительными задачами, и вам приходится, например, делегировать исполнение этого кода в C++, и вам не хочется сталкиваться со сложностями интеграции проектов на разных языках, надежды не потеряны. Можно использовать подобные же подходы для того, чтобы динамически порождать высокоэффективный код. Если у вас будет возможность пробовать Link2D, находить ошибки, проблемы, присылайте ваши примеры задач, для которых она могла бы подойти, или подходит, или совсем не подходит, по вашему мнению. Присылайте, какие результаты от замеров производительности видны на вашем железе. Присылайте примеры задач. Если у вас есть интерес к этой теме, завтра будет несколько докладов. В 14.00 по Новосибирску Дэвид Винниер расскажет про генератор на C-Sharp, чтобы порождать код во время компиляции. Иржи Чинкура в 14.50 расскажет про Roslyn, где еще больше возможностей по работе с исходным кодом. А в 16.45 Егор Богатов из Microsoft расскажет про то, как, собственно, JIT превращает код, который порождает Link2D, в код целевой платформы. Большое спасибо. Я готов услышать ваши вопросы. Спасибо, Антон, за такой классный доклад. И я слышу, что нам кто-то звонит наверняка с каким-то очень интересным вопросом. Алло, здравствуйте. Алло. Привет-привет. Да, я вас спешу. Привет, слушаю. А мы слушаем ваш вопрос. А. Алло. Да-да-да. Да, вопрос такой. Антон, спасибо за доклад. Вопрос, пробовал ли ты реализовывать подобные алгоритмы для обработки запрещений на F-Sharp? Нет, не пробовал. Ну, было бы интересно, наверное, но я с F-Sharp недостаточно знаком. Ну, как раз завтра у нас будет доклад про F-Sharp. Можно посмотреть и примерно прицениться, можно ли реализовать что-то подобное на F-Sharp. Или все-таки лучше оставаться на линке и C-Sharp? Итак, видимо, звонок у нас закончился. На вопрос, я надеюсь, мы ответили. И еще было несколько вопросов в чате. Подсказывают, что вроде как можно внутри линка прямо написать кортеж в скобочках и не писать value double trade. Ну, может быть, это на... Это работает только в том случае, если у нас методы, работающие в query pattern, принимают делегат. При компиляции делегатов таких проблем не возникает. Но при компиляции делегатов мы получаем сразу готовый байт-код. Мой первый подход к Ling2D как раз был связан с тем, что я брал делегаты и пытался вклеивать их тело прямо в тело цикла. Получалось не очень хорошо. К сожалению, у этого подхода были свои ограничения. То есть там в каких-то примерах он работал неплохо, но очень быстро уперся в то, что дальше в развивании не было возможности. Переход к деревьям выражений как раз позволяет мне исследовать их в рантайме, понимать, например, какого размера у нас ядро фильтра, какие у нас там выражения, динамически подставлять фрагменты выражений и проводить достаточно сложную оптимизацию. В частности, всяческую арифметику, упрощение и так далее. Это прямо очень важная часть линка, потому что основной выигрыш производительности достигается за счет избавления ответвлений и облегчению, например, векторизации. Потому что если у нас внутри тела есть какие-то ветвления, в принципе, некоторые из них можно реализовать в виде симбатой операций, но это довольно сложно, и сразу же скорость этого конвейера падает. Поэтому пришлось перейти на деревьевыражения, и вот как раз с ними возникает ошибка компиляции. Я видел, у Мэтта Уоррена есть интересный проект, где он пытается развивать деревьевыражения в C-Sharp, с тем, чтобы поддержать нововведение, потому что деревьевыражения сейчас поддерживают, грубо говоря, C-Sharp на уровне примерно третьей версии. Довольно много новых модных вещей, в них недоступны. Но не знаю, насколько быстро это вольется в mainstream C-Sharp и вольется ли вообще. Ну, будем надеяться, что это скоро въедет. Также еще вопрос в чатике. Есть ли примеры использования линк 2D, но не в классическом таком синтаксисе линка, а на цепочках вызовов методов метод-чейнс? Ну, примеров нету, как бы понятно, что все можно переписать на метод-чейнс, но, скажем так, это будет значительно менее красиво. Дело в том, что C-Sharp, помимо того, что просто преобразует вот эти вот наши фрагменты кода в ST, он еще и делает довольно много закадровой работы со всякими временными объектами, типами и так далее, для того, чтобы как раз вот эти вот select-мени выполнять. Когда мы пишем несколько раз from, там происходит достаточно сложная работа. Аналогично, когда мы пишем конструкцию led. А конструкция led является очень важной в данном случае. Вот на примере бинаризации пассовола было видно, сколько там было led, для того, чтобы можно было повторно использовать выражение. Ведь в деревьях выражений мы не можем писать произвольный фишерап-код. Это как раз хорошо. То есть мы не можем написать там какую-то императивщину, которая занимается какими-то странными вещами, там чего-то динамически вычисляет, кто-то складывает и передает данные от одной, как сказать, от одной итерации цикла к другой. Это все запрещено. Но когда нам захочется какие-то вещи повторно использовать, вот как раз конструкция led и тому подобные очень удобны. Выписывание их аналога на синтаксисе цепочки вызовов раздует код в разы. То есть наиболее красиво это выглядит именно так, как оно выглядит сейчас. В принципе, если тело фильтра проще, то можно получить аналогичный результат при помощи несколько другого синтаксиса. Но в линд 2D я этим вопросом не занимался. Так, в чате у нас продолжается поток вопросов. Спрашивают, не пробовал ли ты библиотеку быстрой компиляции деревьев выражений? Используется в DryLog. Я и на нее смотрел, но не пробовал. Значит, ситуация такая. Когда я посмотрел на производительность линка, вообще до того, как я начал этим заниматься, я сразу подозревал, что узким местом станет сама вот эта оптимизация. То есть то время, которое мы тратим на то, чтобы проанализировать выражение, или вот, например, для библиотеки Савола, там я брал размерок на 11, это означает, что эта штука порождает 122 версии ядра фильтра. Это, в общем-то, занимает время. И вместо того, чтобы вылизывать, собственно, скорость этого кода, я позаботился о том, чтобы можно было сделать кэширование, чтобы мы один раз подготовили трансформацию, сохранили ее где-то и потом повторно использовали. Более того, линд 2D умеет сохранять результат на диск. То есть там есть по умолчанию выключенный режим, когда у нас при исполнении такого кода код трансформации выплевывается в сборку, которая ложится там под фолдер текущего проекта. Это означает, что если вам совсем-совсем прямо вот жалко скорости тратить время на вот компиляцию деревьев выражений, вы можете таким образом прогнать у себя на машине один раз этот код и вот тот промежуточный код, который с гиндерал линком, взять в виде готовой сборки, подключить его в проект и в дальнейшем обращаться к нему. Это не прямо штатная возможность, но она существует. Поэтому для меня первичным было быстродействие полученного кода, а не быстродействие получения этого кода.